Здравствуйте, это новости Дагестана на ННТ в студии Макач Курбанов и коротко о главном. С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Новый год, новые правила. Дорожный знак, оповещающий о фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, появится на дорогах к России. В Дагестане пройдут масштабные мероприятия ко дню столетия провозглашения до СССР с приглашением гостей из разных регионов нашей страны. Премьер-министр России подписал распоряжение, устанавливающее величину прожиточного минимума на 2021 год. Он составит 11 653 рубля, сообщает Прослужба Кабмина. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2021 год. Прожиточный минимум на душу населения состоит 11 653 рубля, для трудоспособного населения 12 702 рубля, для детей 11 303, для пенсионеров 10 022 копейки. Как подчеркнули в Пресс-службе правительства, с 2021 года прожиточный минимум устанавливается теперь сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме того, раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, а теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране. Дорожный знак, оповещающий о фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, появится на дорогах России. Отдельный используемый знак, обозначающий наличие на дороге камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, появится на российских трассах. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Знак фото- и видеофиксации, согласно тексту документа, будут устанавливать на трассах вне поселений в 150 и 300 метрах от начала снимаемого участка дороги и на въезде в поселение. При необходимости знак будут использовать вместе со знаками, указывающими расстояние до опасного участка или определенного объекта. Данные правила вступят в силу с 1 марта. Сейчас знак фото- и видеофиксации применяется только в связке с другими дорожными знаками. До 1 сентября разрешается соответствующее использование. Минфин объяснил порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше миллиона рублей. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы. В ведомстве напомнили, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а лишь проценты по ним. Доходы в виде процентов по вкладам остатком на счетах в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены, говорится в документе. Если проценты зачисляются в счет пополнения того же вклада, то доход в виде таких процентов будет учитываться при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором состоялось зачисление этих процентов. Налог на доходы граждан с процентов по банковским вкладам, размер которых в совокупности превышает миллион рублей, начал действовать с 1 января. Ставка составляет 13%. Впервые уплатить такой налог придется только в 2022 году. По оценкам Минфина это принесет бюджету порядка 100 миллиардов рублей, а в 2023 году – 102,9 миллиарда. В Дагестане пройдут масштабные мероприятия ко дню столетия провозглашения ДССР. Ранее указан в риву главы Дагестана Сергея Меликова 2021 год был объявлен годом «Столетие со дня образования ДССР». Это решение было принято в целях сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодого поколения. На торжества будут приглашены гости из разных регионов нашей страны. Мероприятия пройдут по всему Дагестану, в частности в Русском театре в Махачкале, в Национальном музее Буйнакска и в спорткомплексе имени Алиалиева в Каспийске. Ряд культурно-просветительских мероприятий будут проходить в течение года в различных библиотеках, театрах и на ведущих музейных площадках Республики. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, смотрите новости. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин